Доброе утро, ребята! Я в новой гостинице. Продолжается моя дорога, уже шестой день. Сейчас 9 утра, пора на завтрак. Я уже готов. Сейчас надо на завтрак и потом ехать в Рускеалу. На улице 2 градуса, поэтому нужно одеваться нормально, чтобы было не холодно. Что, кушаем шапку? Значит, где я нахожусь? Место называется Времена Года. Это гостиничный комплекс. Это место прямо на Ладоге. И потрясающая погода. Голубое небо. Я вот как выехал, все время лил дождь. То есть просыпаешься, дождь. Потом немножко распогодивается. А сегодня прекрасная погода, солнце. Получится полетать на дрончике. Я надеюсь, его блокировать не будут. В общем, по месту. По месту. Комплекс называется Времена Года. Находится это рядом с Сартовалой. Самой Сартовалой я решил не оставаться. Ну, просто я смотрел в интернете. Там места красивые, симпатичные. И мне как бы вот это понравилось. Ну, и сегодня я поеду в знаменитую Рускеалу. Прям очень хочу. Сартовала. Исторический город России. Находится он в республике Карелия. В 50 километрах от границы с Финляндией. И насчитывает чуть больше 18 тысяч жителей. За свою историю Сартовал успела побывать и в составе России, и в Финляндии, и в Швеции. На финском сорта означает черт. А Валта – власть. Таким образом, Сартовала – это власть черта. Такое название могло быть дано из-за того, что рядом с городом находятся Валаемский и Каневецкий монастыри. И именно к этим местам по древней легенде впервые причалила нечистая сила. Второй вариант происхождения – Сартова. В переводе с финского означает «рассекающий». А залив Ладожского озера как раз как бы рассекает, разделяет город на две части. Ну и, наконец, третий вариант. Он связан с прозвищами, именами, а также деятельностью. Слово «Сартова» – это прозвище от финского «сарта», что значит «валить лес» или «косить траву». Ребята, вы что, думаете, я чей тут распеваю? Это «Колдрекс». Я пока вчера «Ладогу» снимал на камешках там с дрончиками, со всеми этими делами. Простыл, блин. У меня горло и насморк продуло. Поэтому одеваемся, ребятки, чтобы пить чай, а не «Колдрекс». Здесь на территории есть проживание формата коттеджного. Есть такие, вот видите, большие домики. И там у вас мини-квартирка. Вот как у меня. Территория, в принципе, ну, можно погулять. То есть не три домика, да. Мне вчера сразу же предложили в спа. То есть есть спа, банька, я так понимаю, что-то еще. Но я не был. Стоят по берегу лодочки. Вот, то есть можно, наверное, заказать прогулку на катере. Я все это не узнавал. Я это предполагаю. Потому что у меня, честно говоря, цели другие. У меня всего здесь один день, как и везде. Переночевал, поел и дальше в путь. А так вообще, если, конечно, здесь оставаться, то можно пользоваться всеми услугами. Вот видите, здесь есть вот такие коттеджи. И еще по территории несколько их. А есть вот такие вот домики. Вот это мой. У меня там один из номеров. Номера напоминают что-то, вот как студия. Прихожая моя. Видите, такой каминчик. Тут есть столик, диванчик. Вот этот, не знаю, раскладывающийся, не раскладывающийся. Наверное, не раскладывающийся. А нет, раскладывающийся. Раскладывающийся. Две кровати, которые можно соединить в одну. Ну, очень так мило. Видите, даже такая лампочка. Телек. Здесь вот кухонька. Кухонька. Печки нет. И вот такая душевая ванная. Теплые полы. Очень тепло. Все здесь. Вот. И очень мило. Очень мило. А за окошком месяц май. Ой, какая красота. Ребята, вы посмотрите, какую кухню я нашел прямо на дороге. Как какие-то серф-парки. Смотрите. В общем, вы поняли, это все здесь ладожские шхеры. Я думал, ладожские шхеры, это, ну, как бы, приезжаешь в парк, и дальше едешь, смотришь шхеры. А тут они везде оказываются. Оказывается, гостиничный комплекс, где я оставался времена года, и вот я сейчас оттуда летал на дроне, А это все тут можно смотреть в ладожские шхеры. Вы понимаете? Правильный движ. Это крутая тема. Я въехал в Рускеалу. Дороги, если честно, обалденные. Ремонтирую тут дорогу. Погода поменялась. Резко все затянуло тучами. Мне осталось минут пять, наверное, до именно парка. Одна из причин, по которой вы, скорее всего, попадете в Сартовалу, это потому что она является и таким перевалочным пунктом по дороге в Рускеалу, который, в свою очередь, является горным парком. Причем попадете вы сюда, скорее всего, весьма необычным способом. По данному маршруту ходит самый что ни на есть ретро-поезд. Ходит он из Сартовала в Рускеалу каждый день, а время в пути занимает всего час. Рускеальский поезд – это единственный в России действующий паровой поезд. Поезд выполнен в определенном стиле, дающем ощущение атмосферы нахождения в эпохе конца 19-го, начала 20-го веков. Смотрите, из минусов в Рускеале, если вы соберетесь, значит, пункт первый. То есть, если вы ограничены по времени, ну, к примеру, как я ограничен, я бы с удовольствием здесь посетил все, что только можно, но это нужно тратить, грубо говоря, целый день только на одно вот это место. Но не все так могут, к сожалению. Поэтому имейте в виду и рассчитывайте время. К примеру, пункт первый, да, про Рускеальский экспресс мы поняли, что он отходит в 10 часов, 10.40, да, из Сартовала, и возвращается он только уже 5 вечера. Понятное дело, что не все смогут тратить целый день на то, чтобы приехать сюда на нем и уехать на нем. Момент второй. Тут, понятно, карьер, и тут немногие знают, значит, подземные шахты. Но, опять же, то есть тут по времени, по сеансам, вход стоит полторы тысячи рублей на взрослого. Ну, если как бы вы не боитесь потратить полторы тысячи рублей, что многие считают, что это дорого, но это как бы так и есть. Вы платите 100 рублей за вход, вы платите полторы тысячи, получается, если вы захотите, за карьер подземный, и вы платите 800 рублей за лодку. Плюс еще зиплайн, то есть покататься, да, на веревке сверху, там еще я не знаю, честно говоря, сколько стоит. За все вы дополнительно платите. То есть как бы 100 рублей за вход, это как бы формальность, что вы сюда пришли. Ну, а если вы готовы потратить эти деньги и посетить карьер, вам еще придется ждать, пока вы туда попадете. И, к примеру, у меня ближайший сеанс на 3 с небольшим, и мне нужно ждать больше часа для того, чтобы туда попасть. Но опять же, ну как бы просто сидеть и ждать, ну это не прикольно. Парк Парк – это как бы отдельный мир, попав в который вы сможете не только лицезреть красоту природы, но и заняться активными видами спорта, попробовать себя в дайвинге, прыгнуть с тарзанки, поучаствовать в водных прогулках, а также заказать увлекательные познавательные экскурсии. Основа парка – это бывший мраморный карьер, заполненный грунтовыми водами. Он же является объектом культурного наследия. На дне карьера был обнаружен разного вида транспорт, который был затоплен финнами в 1939-1940 годах. Помимо каньона, здесь есть и другие места, не менее привлекательные. Штольня – место, где ранее добывался мрамор. Русский провал. Дыра, образованная взрывом на соседних карьерах. Итальянский карьер. Здесь находится мрамор в разрезе. Есть тут также утес Екатерины. Именно таким мрамором, как у этого утеса, был украшен мраморный дворец в Петербурге. Редактор субтитров А.Семкин